25 сентября начались официальные продажи новых айфонов 6s и 6s+, пока только в девяти странах мира. Это Австралия, Канада, Китай, Франция, Германия, Япония, Новая Зеландия, а также Пуэрто-Рико, Сингапур и Великобритания. Поклонники яблочных устройств оккупировали входы в фирменные магазины Apple ещё в четверг. Многие готовы были переносить холод всю ночь ради того, чтобы стать одним из первых владельцев заветного айфона. Это Франция. А это счастливый первый покупатель. «Я приехал из Бельгии. Я живу в небольшой деревне Росиньоль, что на южной границе с Люксембургом. Я приехал вчера в 8.30 вечера. С того времени постоянно стоял в очереди. Провёл здесь всю ночь». А в австралийском Сиднее в очереди стояли не только люди, но и роботы. Одна из покупательниц прислала вместо себя двухколёсное устройство на радиоуправлении с прикреплённым к нему планшетом. При помощи него общалась с окружающими. «Мой начальник на работе предложил мне взять одного из роботов и использовать его, чтобы я могла заниматься другими делами. Новые гаджеты мне нравятся. Камера в них должна быть просто превосходной». В Пекине открытия тоже дожидались сотни покупателей. Правда, не всю ночь. «Я приехал сюда очень рано, но здесь уже было девять человек. Я оказался в очереди десятым. Но всё-таки я в первых рядах, поэтому очень рад. Я пользовался всеми моделями телефонов Apple. Они очень хорошие». Примечательно то, что ещё до открытия официальных продаж в Китае уже можно было купить новые айфоны. Конечно, поддельные. Открыто на витрины их не выставляли, однако по требованию продавцы их выносили. Стоимость подделки – 90 долларов США, в то время как оригинальную модель яблочных устройств продают по 955 долларов. Новые айфоны такого же размера, как предыдущие версии. При этом у них усовершенствованы камеры, а также появилась новая функция 3D-тач. Она заключается в том, что экран по-разному реагирует на силу касания. Аналитики говорят, что в этом году в первую неделю продаж с полок магазинов уйдёт от 12 до 13 миллионов айфонов. Это на 2-3 миллиона больше, чем в прошлом году.